Самарцы и гости областной столицы стали собираться на набережной еще задолго до начала концерта. Некоторые принесли с собой флаги, а все без исключения – хорошее настроение. Самара по праву считается авиационной и космической столицей России. Именно в нашем городе был собран легендарный штурмовик Ил-2. Здесь выпускаются двигатели для стратегической авиации на заводе Кузнецов. Предприятие «Авиакор» сохранило все компетенции, благодаря которым город получает заказы на производство авиационной техники. Кроме того, в учебных заведениях региона готовят кадры для авиационной и космической отраслей. Я хотел бы сегодня, пользуясь случаем от себя лично и от губернатора, поздравить всех ветеранов, всех действующих авиаторов, всех инженеров технического состава наших оборонно-промышленных предприятий, которые много делают для того, чтобы создать авиационную технику, космическую, в том числе и спутники, которые сегодня в интересах Минобороны работают. Здоровья всем, счастья, благополучия, успехов в ратном и мирном пути, на благо нашего региона, его развития и, конечно, нашего отечества. Победа будет за нами. Я будущее, хочу поддержать. У меня внучка хочет быть летчицей. Мы станем прицелом. Мы считаем, что это наш праздник. Для тех, кто решил вернуться в армейский строй, до самого вечера на набережной работал мобильный пункт отбора на службу по контракту, в том числе в именном региональном подразделении – Самарском батальоне. На данный момент комплектуем, формируем Самарский батальон. Ну, порядком идет. В день, ну, бывает 20-30. Много заявлений. Осознанно идут. Люди уже идут, не молодые, как бы. Средний возраст, там, 30-35 лет. Рядом с павильонами, в которых можно было написать письмо участникам спецоперации на Донбассе, увидеть армейские артефакты и поучаствовать в мастер-классе. По сборке и разборке автомата работала полевая кухня. И мало кто мог пройти мимо, не попробовав солдатской каши. Мне кажется, она очень вкусная за счет того, что сейчас вообще мы в компании находимся. И она такая ароматная, я не знаю, может, на костре готовят они ее. Дома так не сваришь, однозначно. На свежем воздухе всегда все вкусно. На свежем воздухе еще. А ребятам, я думаю, что, ну, достаточно будет хорошо, вкусно. Сытная, да, хорошая. Для нас это тоже прям. Дома так не сваришь, однозначно. В своих мультиварках. Центральным событием празднования Дня ВВС стало выступление легендарной пилотажной группы «Русь» и Самарского областного аэроклуба «ДСААФ-Россия». Летчики показали горожанам сложнейшие элементы высшего пилотажа, которые выполнялись как соло, так и в группе. Для зрелищности экипажи использовали систему дымообразования, оставляя в небе разноцветный шлейф. Авиационное шоу над Самарой продолжалось около часа. В завершение летчики подарили горожанам огромное сердце в синем небе. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.